Приветствую всех своих подписчиков, всех зрителей, всех пользователей наших сайтов. Я прошу устраивайтесь поудобнее, поскольку сегодня будет видеоролик для широкой аудитории. И мы рассмотрим довольно интересную конструкцию. Друзья, а рассмотрим мы сегодня конструкцию простого вечного фонарика. Да, да, именно в интернете он встречается под таким названием. На самом деле фонарь, конечно же, не совсем вечный, но он имеет альтернативный, нестандартный, вернее, нетрадиционный способ подзарядки. Имеет автономный генератор, работает довольно интересным образом всё это дело. И, конечно же, легко его изготовить. Ну, давайте рассмотрим, что для работы нам нужно. Для сборки нашего вечного фонарика нам понадобится несколько простых вещей. Во-первых, это обычный, самый обычный маркер. Ну, старайтесь, чтобы маркер был довольно толстым, поскольку в нём мы будем, вернее, он будет служить нашим основным корпусом для фонаря. Медная проволока я взял от обычного электромагнитного реле советского производства. Диаметр провода, в принципе, не очень важен. Подойдёт провод от 0,15 до 0,2, 0,3, 0,4 мм. Желательно, чтобы проволоки было много. Так, дальше. Нам понадобится, конечно же, излучающий прибор. Я хочу использовать готовый, поскольку таких вот дешёвых китайских фонариков, которые питаются от трёх маленьких батареек, довольно у меня много. Осветительные приборы из себя представляют три светодиода, подключённых параллельно. Анодом или катодом, уже точно не помню, служат корпусы. У нас ещё имеется вот такой центральный вывод. Это тоже не помню, что анод или катод. В общем, место стыковки трёх светодиодов. То есть, для того, чтобы светодиоды у нас загорелись, нам нужно подать питание от трёх до четырёх с половиной вольт на корпус и на вот этот средний вывод. Какой же фонарик без источника питания? Ну, поскольку фонарик у нас будет компактным, то и источник питания должен иметь малые габариты. Я собираюсь использовать батарейки стандарта 4А, довольно дефицитный стандарт. Его вы можете легко найти в аккумуляторных кронах. Именно аккумуляторных, поскольку аккумуляторные кроны можно подзаряжать батарейки типа никель-металл-гидридные, стандарт 4А, ёмкость 250 мАч. Почему именно вот такую малую ёмкость? Поскольку у нас генератор будет маломощным, и чтобы батарейки заряжались быстро, желательно использовать именно батарейки малой ёмкости. Ну, выбор батареек, конечно же, не принципиальный. Можете использовать малогабаритные литий-ионовые аккумуляторы от беспроводных Bluetooth гарнитур. Поскольку наш встроенный генератор будет отдавать нам переменный ток, то его нужно выпрямить, чтобы заряжать аккумуляторы. Для выпрямления нам нужны 4 самые простые выпрямительные диоды типа 1N4007. Можно даже маломощные выпрямители низковольтного типа, скажем, 1N4148. Ну, довольно встречаются нередко, конечно же, эти диоды. Думаю, можно найти в любом уголке радиолюбителей или, в конце концов, купить в радиомагазине. Помимо всего остального, нам пригодится клеевой пистолет, парочка медных проводов в изоляции, в силиконовой желательно, и магнитик. Магнит нужен нам для сборки генератора. Я буду использовать вот такой круглый магнитик, но не лучший вариант. Лучше использовать гильзу и лучше именно использовать неодимовый магнит. Такой вот точно магнит, как у меня, можно достать от звуковых излучателей, таких бузеров своего рода. Если разломать его, там вы найдёте такой магнитик. Ну, на этом с комплектующими разобрались, думаю, давайте приступим к работе. В самом начале работ нам нужно приготовить наш маркер. Я, походу, сменил маркер. Есть у меня два варианта одинакового диаметра, в принципе, они. Но этот у меня новый, поэтому буду использовать старый в качестве подопытного. Изначально нам нужно снять этот колпачок. Если колпачок у маркера не съёмный, но советую именно использовать маркеры со съёмным колпачком верхним, поскольку верхний колпачок нам ещё пригодится. Но если уж колпачок не съёмный, то просто можно спилить верхушку. Ну, для этого, для того, чтобы снять колпачок, просто берём обычные плоскогубцы и вынимаем колпачок. Старайтесь максимально аккуратно, чтобы не деформировать колпачок. Так, дальше нам нужно вынуть всё, что есть внутри у маркера. Ну, для этого нам нужно спилить переднюю часть. Для того, чтобы спилить, я буду использовать вот такой мини-дрель со встроенной насадкой. Ну, вот и спилили мы переднюю часть маркера. Но я оставил вот такое горлышко для того, чтобы закрыть крышку, если в этом будет необходимость. Ну, вообще, как удобная подставка, крышечку желательно оставить. В следующей части нам предстоит взять верхнюю крышечку маркера и спилить вот эту верхушку. Для чего это нужно сделать? Для того, чтобы просто открыть потом там резьбу, и основной осветительный прибор именно будет прикручен к вот этой крышке. Верхнюю крышку я уже спилил, и давайте теперь прикрутить наш осветительный элемент на саму верхнюю крышку. Ну, вот, довольно это удобно сделать, и фонарь уже у нас принимает некие очертания. Вот так наш фонарик примерно будет выглядеть. Ну, с корпусом, думаю, мы закончили. Сейчас уже пора к более серьёзным делам. Мы сейчас сделаем генератор. И для этого, как уже сказал, нам понадобится 4 наши диода, которые мы ранее нашли. Так, проволока медная и, конечно же, магнитик. Тем, как сделать наш генератор, нам предстоит собрать диодный мостик из 4 выпрямительных диодов. Ну, конструкция диодного моста довольно примитивная. Для этого 4 диода подключаются вот таким образом. Такой диодный мост у нас должен получиться. Тут у нас имеется анод-катод диода. Вместо стыковки двух катодов у нас образуется плюс. Вместо стыковки двух анодов у нас минус. Вместо стыковки анод-катод с обеих сторон у нас идёт переменка. То есть, вот там, где есть значок переменки, у нас должен идти к нашему генератору. А минус-плюс, в свою очередь, должны идти к нашей аккумуляторной батарее для заряда последних. Диодный мостик уже у нас готов. Я для того, чтобы уменьшить его размеры, сделал вот в такой форме. У нас в два конца идёт переменка. И из двух концов выходит, противоположных двух концов, выходит уже постоянный ток для зарядки нашей аккумуляторной батареи. Вторым делом нам нужно взять три аккумуляторные батареи, пальчиковые наши батарейки, и подключить их последовательно. Так, чтобы они отдавали, ну, их напряжение, вот, каждого такого аккумулятора составляет 1,2 Вольт. При последовательном соединении у нас они отдадут уже, ну, в районе 3,6-3,8 Вольт. Почему именно последовательно? Дело в том, что светодиоды питаются от, там, 3,5 до 4,5 Вольт. Ну, поскольку они маломощные, у нас аккумулятор тоже небольшой ёмкости, то без особых, там, нюансов, в общем, без резистора дополнительного для ограничения тока можно подключить. Ну, последовательное подключение, думаю, всем понятно. Плюс одного аккумулятора подключается к минусу второго аккумулятора. Таким образом, у нас выходит плюс-минус, но уже напряжение двойное. Так, и после того, как мы последовательно подключили наши аккумуляторы, у нас готов диодный мост, у нас готов осветительный элемент, нам нужно заняться генератором. Ну, поскольку у нас задействован маломощный, самый обычный ферритовый магнит, феромагнит, ну, в случае неодимовых магнитов нам пришлось бы уменьшить количество витков нашего генератора, но поскольку маломощный магнит, то будем мотать много. Много, точнее, 500 витков. Немножко поясню, по какому принципу будет работать наш фонарик. Наш фонарик будет создавать энергию для зарядки батареек, в том случае, если мы встряхнём фонарик. И таким образом у нас будут всплески энергии, которые, выпрямляясь в постоянный ток, заряжат аккумуляторы. Ну, для начала нам, вот если смотреть на маркер, то мы видим, что вот с этой части, вот маркер пошире. Именно в этой части у нас будут располагаться батарейки. После того, как мы подключим последовательным образом батарейки, у нас будет плюс и минус, которые будут идти к зарядке, и этот же плюс и минус будут идти к нашему осветительному прибору через выключатель. После последовательного подключения мы всё это поставим вовнутрь корпуса, и изначально нам нужно измерять длину с передней части фонаря, там, где будут располагаться светодиоды. Нам нужно отмерять вот такое расстояние, расстояние батарейки, оставить зазор, ну, лучше сделать какую-нибудь метку, оставить зазор где-то полсантиметра. И вот примерно отсюда мы будем начать намотку до конца. Ну, желательно оставить нам ещё дополнительный сантиметр. Намотка будет идти вот так. Сначала слева направо, ну, можно и, конечно же, справа налево, это зависит, конечно же, от вкуса. Если у нас закончился ряд, ну, количество витков ещё меньше указанного, которое сказал я, 500 витков, ну, можно 500-700 витков даже мотать, то мотаем второй ряд без каких-либо дополнительных изоляций. Таким образом, до, скажем, полного завершения ряда, желательно не оставлять вот намотку по центру, а именно завершить ряд, неважно, какое количество витков у вас в конце будет. После полной намотки у вас будет два выхода, то есть два вывода. Выводы обмотки, да, начало и конец. Именно эти выводы идут к нашему диодному выпрямителю, выпрямляясь в постоянный ток, идут и заезжают аккумулятор. Ну, давайте начнём уже намотку. Поскольку намотка у нас будет длинной, то я предпочитаю использовать намоточный станок, но, если честно, станок ещё не полностью завершён, просто как вариант намотки. Станок выполнен на микроконтроллере, то есть я могу задать любое количество витков, любую скорость двигателя, и, конечно же, автоматический и ручной режим тоже присутствует. Ну, для начала, прежде чем начать намотку, нам нужно закрепить каркас на намоточный станок. Напомню, что если у кого-то нет намоточного станка, то можете мотать вручную, так как именно качество намотки не настолько уж и важное. То есть не нужно мотать максимально ровные витки. Обязательно друг рядом с другом витки не должны располагаться, в общем. Можно мотать в навал, но старайтесь максимально аккуратно. Первый виток нам нужно закрепить. Для этого можно использовать прозрачный, самый обыкновенный скотч, отрезать кусочек и прикрепить вот с таким примерно зазором, ну, где-то в 5 см, прикрепить на каркас. Скотч нужно для того, чтобы зафиксировать виток, чтобы потом не путать. Ну, я сбрасываю таймер на моём намоточном станке. Давайте снимем каркас, зададим количество витков. Так, зададим максимальную скорость изначально. Так, ну, давайте 500 витков сделаем. 200 у нас максимум выходит. Так, обратно надеваем каркас. Ставим в станочек, ну, у меня нет крепления, поэтому довольно трудно будет, думаю, делать намотку. И нажимаем на play. Пошла намотка. Ну, вот и всё, дорогие друзья. Остаётся нам отрезать провод, снять нашу заготовку, поблагодарить, конечно же, намоточный станок и, в первую очередь, конечно же, его создателя. Уберём намоточный станок в сторону. И, конечно же, нам нужно зафиксировать вот эту часть, опять же, то есть, вторую уже обмотку, второй вывод, опять же, нашим прозрачным скотчем. После полной намотки можно перейти к тест-драйву нашей схемы. Но прежде чем перейти к основным тестам, я бы хотел ещё раз пояснить, где достать маленькие, довольно мощные магниты. Это, как мы знаем, неодимовые магниты. Их можно достать, конечно же, в жёстких дисках. Все прекрасно знают, они там присутствуют. И довольно маленькие, вот как у меня, малогабаритные нужных размеров магниты можно найти в любом DVD или CD-приводе. Просто вам для этого нужно разобрать нерабочий привод и вот снять этот участок. Это платформа с лазерным излучателем. Тот же глазок, как многие называют. И разобрав устройство, мы увидим внутри два таких кубика. Это и есть довольно мощные неодимовые магнитики нужных размеров. Поэтому именно их я надумал использовать. Их можно оставить, чтобы прилипали друг к другу. Но при использовании таких магнитиков возникает довольно-таки сложная проблема. Заключается эта проблема в том, что они прилипают к батарейному отсеку. Для того, чтобы магнитики не прилипали к батарейкам, следует батарейки изолировать от основного отсека с генератором, используя уплотнитель в виде, скажем, силикона или термоклея. То есть, чтобы между батарейными и генераторными отсеками образовалось довольно большое расстояние. И сила неодимого магнита была недостаточной, чтобы прилипнуть к батарейкам. Поскольку сами батарейки имеют железный корпус, да, стальной. Ну, чтобы понять, что созданная нами установка работает, достаточно всего лишь запаять два вывода без диодного моста. Пока два вывода от нашей катушки к отсеку светильника, то есть, к самим светодиодам. Ну, поскольку корпус сделан какого-то непонятного материала, речь о корпусе нашего осветительного прибора, то я решил использовать паяльную кислоту, чтобы запаивать медный провод к ней. И ещё хочу сказать, что изначально перед тем, как запаивать, нужно очищать медь, точнее, лак с кончика проводков, поскольку сам провод в лаковом покрытии. К большому сожалению, всплески от светодиодов мне не удалось заснять на камеру, поэтому не знаю, будет ли вам видно или нет, но, блин, не удаётся, в общем, обрывается провод, но всплески светодиодов в темноте есть, и они довольно яркие. То есть, для того, чтобы проверить наш генератор, нам стоит всего лишь воткнуть наши магнитики в корпус и встряхнуть. Но поаккуратнее будьте, чтобы светодиоды не оторвались, точнее, провод не оторвался. Мне всё-таки не удаётся одновременно, когда... Вот, видите, оторвался провод. Одновременно, когда встряхиваю, то всплески не фиксируются на камеру. Когда держу светодиод одной рукой, то провод обрывается. Поэтому не будем делать. Вы, в общем, в темноте всё поймёте, когда соберёте устройство. Так, что делать, если, скажем, магниты довольно слабоваты, и у вас не получается получить то напряжение, которое достаточно для того, чтобы светодиоды вспыхнули. Хочу изначально сказать, что напряжение на этой катушке довольно высокое. И для того, чтобы, переходя через диодный мост, заряжают они короткие всплески высокого напряжения, будут заряжать аккумуляторы. Ну, в общем, это не повредит аккумуляторам. Ну, если магнит очень слабый, или, скажем, хотите сделать более профессиональный генератор, то вам понадобятся, скорее всего, вот такие железные стержни, своего рода пластины, на которые генератор собирается таким образом. На вот эти железные платформы, ну, можно взять две или три штуки. Мотается провод, скажем, на каждую пластину мотаем 200 витков. Затем закрепляем, последовательно все выводы подключаем. У каждой пластины будет две, последовательно подключаем. И остальные получавшиеся два вывода у нас будут идти к диодному мосту. То есть, это у нас уже получается съём напряжения. Ну, по такой основе, конечно же, все генераторы созданы, по идее. Да, получаем мы типичную схему самого обычного генератора. Давайте рассмотрим нашу схему фонаря, как в итоге будет выглядеть наша схема, по которой мы делаем наш фонарик. Ну вот, прошу, перед вами схема фонаря уже полностью. Итак, что мы тут видим? В этой части у нас расположен наш генератор. Сверху я нарисовал небольшой магнитик. В общем, катушка, переменное напряжение с генератора, когда мы встряхиваем, да, образуется поле, и на катушке у нас генерируется напряжение. Вернее, образуется. Через диодный мост оно выпрямляется в постоянный ток некоторого номинала, высоковольтное довольно, и я мультиметром делал некоторые замеры напряжения до 150 В подпрыгивает, но кратковременно, конечно же. Ток с нашего генератора ничтожный, поэтому для того, чтобы навредить батарейкам, ну, недостаточно просто тока, и батарейки будут без проблем работать, заряжаться в качестве очень-очень долгого времени. Так, заряжаются батарейки, и обратите внимание на подключение батарейки. Я специально для начинающих радиолюбителей нарисовал, как они подключены. У нас плюс-минус у каждой батарейки, плюс к минусу подключен с этой и с этой стороны. Минус из одной из батарейок идет к минусу диодного моста, одновременно к минусу наших светодиодов, и плюс то же самое, но через выключатель идет к нашим светодиодам. В оригинале белые светодиоды выглядят вот так примерно. Если смотреть на них, у них анод-катод четко виден, но стоит проверить мультиметром. В режиме измерения прозвонки диодов можно подключить светодиод, если рабочий, он будет гореть. Если все правильно подключили, плюс должны подключить вот сюда, каноду, минус к катоду, и светодиод горит. В обратном направлении он не горит. Все светодиоды исключительно подключены параллельным образом. Для наших целей желательно именно использовать те светодиоды, которые дополнены уже оптикой. После последовательного соединения нашего аккумуляторного отсека, то есть после последовательного соединения батареек, нам остается всего лишь найти удобный выключатель для нашего фонарика. Ну, я вот решил использовать такой дешевый выключатель, который вот изначально я пояснил, что светодиод снял из дешевого фонаря. Выключатель тоже оттуда. Итак, у нас имеется анод, средняя точка, и нам нужно запаять вот этот выключатель, то есть анод вот к средней точке именно. Корпус и вот этот вывод у нас будут идти батарейки. Давайте сделаем это. Я всё положу в корпус, поставлю батарейки, и дальше начнём тестировать. Кстати, неодимовые магниты я уже поставил внутрь, и вот я закрыл термоклеем и бумажками тот участок, который нам нужно было заполнить, чтобы неодимовые магниты не прилипали к нашему батарейному отсеку. Друзья, ну вот и всё. На этом наш фонарик уже завершён. Я только поставил выключатель. Точнее, у меня стоит обычная кнопка. Ну, поставил просто сверху, поскольку фонарик у нас всё-таки для обозрительных целей. Так, ну, что остаётся добавить? Вот эту часть можно заклеить или использовать двойной корпус, этим увеличив толщину фонарика, его надёжность, и, конечно же, закрыть часть генератора. Неодимовые магниты у нас находятся вот в этом отсеке примерно. Ну, крышечка у меня полностью не залезла, поскольку выключатель мешал, и вот фонарь работает примерно таким образом. Довольно он ярко светит. Я бы сказал, что очень ярко, просто свет не позволяет. Свет, вернее, нашего помещения довольно яркий, поэтому всю прелесть работы фонаря увидеть довольно сложно. Ну, это как вариант создания вечного фонарика, но, конечно же, название не совсем соответствует этому прибору, поскольку у никель-металлогидридных аккумуляторов имеется определённый срок службы, в частности, от трёх до пяти лет. А в течение этого времени, если, конечно же, у вас аккумуляторы новые, то фонарь у вас будет работать безотказно. И, конечно же, если вдруг он разъедится, то не забывайте встряхнуть несколько раз, и он снова в бою. При, конечно же, долговременном встряхивании можно полностью даже зарядить аккумуляторы. Друзья, на этом всё. Если нравятся такие видеоролики, такого рода, то подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои лайки, отзывы, приложения и, конечно же, посещайте наши сайты vipyschema.org и xshocker.ru А мне остаётся напомнить, что с вами, как всегда, был Ака Касьян. Счастья вам, любви и терпения. Пока!